добрый день всем 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 давно давно мои дорогие я не выходила с вами на связь сегодня решила сегодня у меня появилось настроение чем-то заняться интересным я сделала вчера фарш такой тут курица и говядина и много зелени лука и чеснока специй сегодня я хочу приготовить что-то новое интересное то что я еще никогда не готовила никогда честное слово я уже как-то рассказывала у нас пенсионерам и инвалидам помогают очень привозят домой еду и хлеб и овощи иногда и буквально несколько дней назад вместо хлеба нам привезли питы питы это лепешечка которая открывается как карманчик сейчас они есть во многих городах во многих странах и вот пока она свежая она просто тает во рту полежит она пару дней и она уже становится не такая вот я решила сегодня приготовить опытным путем не что вместо гарнира то есть если приготовить допустим котлеты к ним обязательно надо добавить гарнир или это будут макарончики или картошка или гречка рис каша не знаю что у кого что я решила сегодня вместо гарнира использовать вот эти питы парш потому что он очень густой я его чуть-чуть разбавлю очень он густой нужно чтобы он был такой пюреобразный мне и что я хочу на обед я хочу порадовать сыночка своего интересным блюдом сейчас яша находится у меня потому что театры не работают он я уже грила работает в театре в тель-авиве театры закрыты ничего не работает и он со мной здесь и нам веселее и у меня появилось желание что-то поколдовать что-то сделать сейчас я попробую что я сейчас буду делать я сейчас наготовлю много кармашков для этого я на четыре части можно конечно на даже больше частей сделать потому что они как бы большие я разрез разрежу вот так вот и каждый наверное я сделаю на три части вот для яшки сделаю пару таких вот питы портятся очень быстро поэтому их надо реализовать как можно быстрее ли что интересно еще я думаю что заготовки эти можно и заморозить еще у меня остались вот такие круглые булочки из них я тоже хочу приготовить тоже самое я разрежу вот так вот и чтобы не очень толсто было я на три части разрежу вот какую красивую я себе купила мисочку вот сейчас я в неё буду складывать то что я приготовлю я буду открывать каждый кармашек и класть в него мяско вот эти большие кармашки из пол из четверти питы будут для яши вот такие вот кармашки а кармашки поменьше будут для мамы много мяса я класть не буду потому что очень тоненькие стеночки здесь у карманчиков вот так вот я сейчас наполню все вот смотрите как они открываются все карманчики я сейчас наполню и оставлю оно должно где-то полчаса полежать пока я доделаю остальные пока я подумаю что еще приготовить потому что немножко должны вредитель вредитель включил кофемашину еще чуть-чуть все я продолжаю я к вам вернусь когда все сделаю и еще добавлю если я вижу что не открывается карманчик я немножко подрезаю вот так вот чтобы она открылась вот и сейчас уже оно хорошо войдет видите толщина питы какая как до открытия вот примерно столько же такой толщиной я кладу мясо вот чайная ложка с горкой и размазываю если мало добавлю еще представляете как это с томатным соком кстати яша нам бы томатного сока купить под это дело вот посмотрите сколько у меня получилось много много очень много я часть наверное вот я вам прям покажу полная полная вот такая штука я часть наверное заморожу абсолютно нет ничего страшного заморозить питы и с фаршем тем более будет когда-нибудь на потом а сейчас я буду делать такие же штучки вот из простой булочки тонко нарезанной буквально меньше сантиметра у меня вот эти вот брусочки получились я просто намазываю из складываю как сэндвич ну посмотрим что получится это все опыт и опыт и несколько маленьких пакетиков сложу питу вот такую питочку я складываю в несколько пакетиков на следующий раз как у меня получилось еще на следующий раз я это убираю в морозильник и пусть она мне спокойно замораживается а сейчас я продолжу то же самое вот с багетиками закончу и начну жарить и мы с вами на этом этапе встретимся я все оформила посмотрите у меня четыре вот таких сэндвича будет и остальное все вот такое сейчас я разбиваю пока двоится потом понадобится еще я добавлю раз и взбиваю их хорошо я хочу чтобы мои пирожки карманчики как их назвать не знаю были очень сочными и мягкими и красивыми симпатичными я взбиваю яйцо и буду макать вегета немножко добавила чтобы корочка была вкусная все буду я делать на маленьком огне и на тонкой сковородке начинаю вот с больших вот с такой обмакнули вот эти сторонки обмакнули чтобы яичком закрылась все и кладем сначала я большие сделаю 1 2 3 кусок скорлупочки завис делай на маленьком огне и ты сами по себе уже готовы а мяско должно прожариться фаршик ну фарш это тоже дело быстро и обмакиваю вы видите особенно вот эти стороны яша иди погляди какая красота хочу сделать сразу сэндвич 1 со всех сторон его обмакнем попробуем еще не делай ни разу я уже сказала ни то ни другое его он видите все желтенькое и вперед все пока хватит ждем я решила закрыть крышечкой сразу пахнет уже очень хорошо а сейчас я попробую посмотреть я перевернуть попробую вот вот я перевернула уже две штучки посмотрите как красиво глядится с этой стороны будем смотреть сейчас снова закрою крышечкой и пусть жарится дальше я думаю все будет прожарено и съедобно очень все еще закрываем крышкой и оставляем на дальше я вам скажу сколько это займет минут прошло 7 минут сейчас посмотрим что у нас тут происходит фаршик я бы еще подержала сейчас я посмотрю что у нас с этой стороны ой как красиво я еще раз их переверну под крышечкой уже как бы поджарилась тесто так красиво но мне все равно хочется еще чтобы фаршик еще он видите да еще просится немножко побыть под крышечкой ничего нигде не горит я все делаю на маленьком огне на самом маленьком ну думаю еще пять минут фарш уже почти готов почти буквально еще под крышкой пусть потомятся минуты ну еще наверно минуточек пять спешить нам некуда ой в куб тесто такое прямо упругая ну посмотрим что получится эксперимент потому что ну вот прошло еще пять минут я снимаю сейчас я так думаю она вот посмотрите уже абсолютно нормально с двух сторон посмотрите какая красота нигде ничего не подгорело иногда вы знаете есть фарш и не совершенно не хочется заморачиваться допустим с тестом вот пожалуйста вариант а должны прийти гости допустим хочется чем-то удивить или своих же домашних порадовать возьмите вместе с детками наделайте вот таких вот пирожков типа таких вот тети галиных пирогов с мясом поехали ну вот здравствуйте сейчас яша будет снимать пробу будет пробовать ты что берешь хлебушек или питу возьми сначала питу это булочка а вот это пи . буду ну блин хочу ну хочешь эту пробовать другое чакулька вкусно вкусно мясо носу много сок чувствуется в тек на тесте сок соком пропиталась тесто само а теперь попробую булочку много как бы получается из-за того что много жира ушло из мяса из мяса в булочку можно мясо вынимать и кушать и булочка вкуснее будет как приправа котлетка так пробуй булочку теперь оставь питку пробуй булочку вот булочка покажи булку как она положить получилось не говори нормально это а баклажаны до маринованные свекла да это свекла тут на 100 свекла то свекла по мароккански там кинза там острая приправа как она называется и ариса ариса острая перцовая приправа с чесноком и масло растительное уксус делают марокканцы во всех марокканских едальных заведениях это подается так вот так теперь вот чеснок тоже сама мариновала и укроп сама помыла так булочку попробовал да ну скажи ну конечно солнцем свое делать и тут мясо ну тоньше за этого она поджарилась получше понятно поэтому пожалуйста нет времени заморачиваться с тестом используйте подожди покажи еще чтобы контраст не был вот используйте булочку используйте хлеб используйте спину а жирок что надо такой хороший вкусный пропитывай так что яшка говори нормально балуется артист и лайки тоже все бесплатная реклама маме все буду рада если вам пригодится мой сегодняшний опыт с вами была ваша галя я вам всем желаю здоровья счастья и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»